Новости с серии «Ани спешит и нас хоронить». Уж сколько говорилось, что у Азовской буханки пора на покой, однако древняя конструкция и убогая эргономика, помноженные на низкое качество сборки, совершенно не пугают покупателей. Более того, ветеран внедорожного движения обрастает новыми версиями, в данном случае весьма экзотическими. Но кто ожидал, что УАЗ наладят мелкосерийный выпуск Кемпера? Правда, не своими силами, а на мощностях компании Автодом. В машине, названной Байкалом, есть диван-трансформер, который позволяет оперативно оборудовать полноценное спальное место. Также внутри появились кухонный модуль, специальная мебель и другие обязательные для Автодома атрибуты. При желании штатную металлическую крышу можно заменить пластиковой, при том имеются варианты и с подъемным механизмом. Но это все платные опции, а базовый комплект доработок, по данным телеканала Автоплюс, тянет минимум на 600 тысяч рублей. Всем Байкалом полагается пневматическая подвеска, лифт кузова, внедорожные шины и шноркель. На Калужском заводе PSMA Rus стартовал выпуск дизельных моторов объемом 1,6 литра. Таким образом, группа Stellantis выполнила одно из важнейших условий, оговоренных специальным инвестиционным контрактом. Этими двигателями мощностью 90 лошадиных сил главным образом оснащаются фургоны и минивены Peugeot Partner, а также их близнецы под марками Citroen и Opel. Любопытно, что российский конвейер будет работать не только для внутреннего рынка. В планах Stellantis отправлять движки отечественной сборки за рубеж, но список стран и объемы поставок будут раскрыты позже. Первенца марки Aorus Sedan Senat публики презентовали еще три года назад, а вот его серийный выпуск стартует только сейчас, 31 мая. Местом сборки Aorus'ов стала особая экономическая зона Елабуга. Предзаказ на автомобили открыт уже как несколько месяцев, клиентам предлагают отдать 22 миллиона рублей. Для сравнения Rolls-Royce Ghost нынче предлагается за 250 тысяч британских фунтов. Это плюс-минус 26 миллионов по текущему курсу. Как только приветственная партия будет распродана, в продаже появятся седаны всего по 18 миллионов за штуку. От первенцев более доступная версия будет отличаться менее пафосной отделкой интерьера. Субтитры создавал DimaTorzok